здравствуйте дорогие друзья большое спасибо за ваши комментарии читая их я лишний раз убедилась что мы с вами в общем то почти одинаково относимся и к деньгам и имеем схожие представления о счастье сейчас наша страна переживает экономический кризис как жить в это нелегкое время как пережить кризис советы от женщины которую мы все с вами очень уважаем советы ирина хакомады вы настолько потрясающая всеобъемлющая натура хочется с вами говорить обо всем и неополитических взглядах конечно вот как сегодня жить людям женщинам и мужчинам в ситуации когда кризис на когда мозг просто лопается от того что где взять деньги в то же время как-то над детей воспитывать вот деньги не берутся от того что вы боитесь что вы их нигде не возьмете страх вообще убивает любую удачу поэтому надо первый шаг что нужно сделать представить что вы не нашли деньги представить это в виде или новеллы или что-то написано на бумаге очень любой носитель нужно потом это сжечь и она не реализовала представить что вы их не нашли и дальше разыграть самый пессимистический сценарий вот на одно прямо пуститься то есть вот все вот я бомж около не тихо то этого не будет до нужно опуститься на то дно которое является для вас более-менее реальностью бомжом вы не будете и дальше вы считаете сколько вам нужно такую пессимистическую жизнь но чтобы вы совсем не разрушились и у вас появится например я переезжаю из квартиры в маленькую я продаю машину езжу на такси uber сейчас дешевые и яндекс такси или на метро значит и я отдыхаю только в россии и далеко не ухожу если дачи то я ее сдают уж продать ничего невозможно хоть за какие деньги есть где-то какая-то квартирка я ее сдаю то что продать невозможно и все это вы подбираете у вас появляется минимальная сумма дальше вы расписываете себе как вы будете жить на эту сумму шу при этом это было весело потому что бедные люди тоже могут веселиться как только вы это все представили после этого бумажку сожгите но страху идет как только страху идет сразу подумайте о том расслабленном же состоянии а чем можно было бы заработать потому что вы об этом не думали по серьезному ну например можно взять вторую подработку надо убрать понты можно и полы помыть дополнительно за деньги можно водителем поработать на том же яндекс такси да все что угодно можно в понты убрать и соединять это основной маленькой работы если у вас уволит то же самое пытаться начать работать в любом варианте главное двигаться и работать и как только вы сами себя с этого дна вытащить и предпринять и конкретные шаги без гордыни бог протянет вам руку и дальше пойдет удача может быть совершенно новое начнется вообще другая жизнь потому что вы грубо говоря обновились обнулились и начали у вас были такие ситуации постоянно постоянно когда последний раз такой обвалились в эти кризисные годы муж у меня завалился своими пирамидами и в общем нет денег нету поэтому я сейчас изменила всю достаточно поменял образ жизни приходится очень много заниматься хозяйством чем раньше и занималась и я закормлю и обеспечиваю всех что значит стали больше хозяйством заниматься от меня всегда интересен быт но я не занимался мы сможем договорились свое время что я человек творческий я занимаюсь чем хочу он берет на себя эту работу но он сам не будет заниматься будет менять людей на все он как бы отпал теперь не в смысле мы развелись но как бы отпал да а люди то остались это я все пересмотрела пересмотрела систему оплаты пересмотрела систему премии пересмотрела систему контроля и отчеты сократила месячные расходы нашла где можно сэкономить нашла где можно проверить более четко раньше вы этим вообще не занимаюсь это было все можно и теперь мне конечно начали мучили меня каждый день то есть вот так вот потом я объяснила через скандалы через мат перемат вежливо по-разному как теперь они будут работать я уметь по ключевая фраза когда у меня есть маленький управляющий который заведую там пятью человек все есть дача машина ногу сегодня и когда мне управляющий этот я не знаю как решить эту проблему в окей я ее решим тогда мы поменяемся ладно вы пойдете просчете лекцию заработаете себе зарплату а а я за вас поуправляю окей он будет понял его все решайте задать ирина качество жизни состоит из того что есть компьютер есть машина есть нормальное питание есть фитнес клуб есть путешествие это та среда в которой человек чувств себя комфортно теперь берем ситуацию когда даже не кризис а непонятная текучесть все время с непредсказуемым результатом то есть рубль падает что-то происходит с долларом и с евро что-то непонятное с украины с внешней политикой напряжение идет своими негативные новости подсознательно у человека начинает побеждать сознание шиканома я хочу выглядеть как-то шикарно чтобы это было все подешевле как шикарно выглядеть стильно и модно но не тратить на бренды большие деньги как создать такой индивидуальный стиль который покажет прекрасную картину но составленную из более дешевых элементов ну вот как художник он может купить дорогие кисти дорогую краску и написать среднюю картину или фотолюбитель может купить супер никон дорогущий но при этом сделать плохую фотографию а теперь инстаграм он на том и построена я хочу сделать шедевр и кинуть всем показать это делаю просто на телефоне а я хочу написать картину офигенно я куплю обыкновенные дешевые акварельные краски или карандаш или даже начну с черно-белой тушью рисовать а теперь вся идея заключается в том чтобы эти деньги не тратить в хорошем ресторане посидеть и с друзьями день рождения отпраздновать весело но без этих затрат что заменит заменит затрата креативный день рождения а что такое креативный день рождения это событие это целый спектакль а как его сделать за три копейки вот все эти секреты можно рассказать то есть нужно уметь создавать элегантные вещи со вкусом для людей которые обладают стилем но при этом это забран теперь никто платить не будет будет узкая группа богачей платить станет которых не меняется от конъюнктуры это при вот те кто при власти при трубе при нефтяной при газовых жен все остальные не будут платить этих страшных денег за бренды все весь смысл заключается в том что люди сейчас только сейчас начинают в россии об этом задуматься в европе этот тренд появился после 2008 года и многие писали о том что уж экономия побеждает в голове а специфика моя заключается в том что я живу так всегда почему потому что для меня это вызов я из прошлого поколения выросшие в бедноте поэтому что у меня были большие деньги потом я провалилась они были маленькие потом они стали средненькими все равно мне интересно как сделать шикарную фотографию с недорогим фотоаппарат но тренд турбулентности непредсказуемости с вот такими всякими полу негативными периодическими сценариями в россии точно на 10-15 лет поэтому пора оседлать эту лошадку и на ней выигрывать а не ныть с утра до вечера как у можно было Lucis был как раз эксперт поbeanу на 10-15 лет они не были очень страшно они не были бы не моменты а у нас вот если вы что не находите они не могли бы охватить и они все равно